Показать, как замер буквально весь стадион под звуки гимна Лиги Чемпионов И, наверное, три четверти всех зрителей включили свои замечательные... Мы увидели его нарисованным на месте опорного Вот момент! Просути выход! 1 на 1! Но надо забивать! Гол! Гол! Гол в начале встречи! Лучше не придумаешь! А где те самые три защитника? Где те самые плотные голландские редуты, в которые Ростов вот так легко проник Через два коротких, спокойных паса И забивает лучший бомбардир Ростова в нынешнем сезоне Полос В предыдущем матче, который выиграли, и во многом благодаря Полозу Ростовчане Он был признан лучшим игроком и в этой встрече Первой домашней встрече в групповой стадии Лиги Чемпионов Именно Полос забивает Ждем повтора и разбираем этот момент Не доработали, конечно же, защитники Вот как раз появилось пространство и в эту свободную зону пошла своевременная передача Ну а затем холоднокровие и мастерство завершающей стадии Ну и вот, собственно, пятый номер Тот самый Шваб, который оказался в четырех, может быть, шести даже метрах от нападающего Все те же игроки, которые завоевывали титул Ну и вот этот человек опасен Люк Де Йонг Удар по воротам! Ух ты, боже мой! Мяч в сетке ворот Там рикошет неприятный И удар-то, казалось, Де Йонг принимает мяч в удобной позиции И он опасен! Нет, он сбросил мяч партнеру И удар с отскоком от газона И Джанаев не дотягивается 1-1 на 14-й минуте Да, достаточно быстрый ответ И такой ответ существенный в виде гола Со стороны ПСВ И мы смотрим, как развивалась эта атака Перевод, но вот здесь Де Йонгу дают слишком много свободы Да нет, но рикошет не должен был оттуда забивать никак Это пропер, по-моему Посмотрите, момент, в котором вратарь При помощи защитника, блокирующего зону для удара Он не должен проигрывать Но, конечно, не везет Что сегодня будет не так И еще будут шансы, будут хорошие подходы Например, как сейчас Азмун разворачивается, наносит удар Неплохо, неплохо все было сделано И угловой к тому же заработал Тут тоже был рикошет, но не такой приятный для нападающего Что касается сушить По-моему, ПСВ не про это Команда, которая Атлетика Мадрид Угловой с правого фланга Подача... И что здесь? Нарушение правил Штрафной площади гостей Ах, хороший же был момент И сейчас подача действительно качественная Оправдан риском, понимаешь? Но, в принципе, я с тобой согласен Гранат, длинная передача Азмун выпрыгивает рядышком Полос, и убьет поворот Игол! Два минуту! Думай! И Ростов перед перерывом Вновь выходит вперед И опять по делу Опять по делу, потому что они Перевели игру на половину поля Энковина Они снова почувствовали Вот этот вкус к атаке Который едва не утратили В предыдущие 10-15 минут Такая сегодня Воздушная, феерическая игра У нас получается Как быстро все делают Нападения те и другие Удар Полоза так Невероятно качественный И скидка Азмуна Вот здесь он тоже не просто Забивать должен, да? Но и выигрывать мячи в штрафной Браво! Браво Сердар и Дмитрий Полоз С полулета Фантастический удар 2-1 Классно, классно отработали Нападающие в этой ситуации Азмун в своем репертуаре Выиграл достаточно тяжелую борьбу Воздух и удобно Играет Ариас Шваб Снова Справа мяч у колумбийца Прострел Опасно может быть Набо выносит Обратите внимание Уже не в первый раз Набо так классно помогает В защите Ох, выносит Перечень момент Ариас прострел Перекладинов Да ну боже ты мой На последней секунде Первого тайма Забивает Эндховид Точнее пропускает Ростов Как можно было Флангового защитника Здесь оставить И уже по-моему Мяч залетал в ворота После его Этого удара С острого угла И там добивают Партнеры в пустую сетку 2-2 Первый тайм Не додержали Вот открывается Ариас Удар Рикошет Нет, мяч здесь не попал В сетку Ну конечно Де Йонду Проще всех Нападающий С великолепным навыком Перед игры Перед вратарем Но опять же Рикошет Но посмотрите Опять Вот против нас Сыграл Рикошет На сей раз От граната Нет, ну В общем трудно Рикошет в своей штрафной Это уже не рикошет Это уже та сутолока Которую ты сам Себе привез Вот там был действительно Обидный рикошет Сейчас Самая главная неприятность Это то что Ариас получил мяч Какая фигура у него Иногда и на фланге Приходится бороться Пас на Тейонга Останавливается форвард Разворачивается втроем Мороз Как пенальти Судья ставит 11-метровый удар Назначает Борьба была Надо смотреть Конечно Повторы равные за мяч Но очень быстро среагировал Французский рефери Практически без паузы Свистнул Значит для него Этот момент был Прозрачен И понятен Для нас не совсем Навас Недоумевает Вот повтор этого Игрового эпизода Гранат преследует Дейонга Рядышком Терентьев Да Разворачивается Нарушение Смотри Небольшая накладка Терентьев выставил ногу Таких накладок Много бывает Слушай Он был к Витчу ближе Орбитер посчитал Что вот эта Вставленная Скажем так Нога Терентьева Как раз и не позволила Нанести удар По воротам Джанаева На мой взгляд Терентьев больше прав Было на мяч В эпизоде Дейонг его уже потерял Нет Твои вопросы Они совершенно Звучат нормально И они адекватны Мог и не свистать Наверное Орбитер Ну Что сделано То сделано Давай надеяться на Джанаева В этом игровом эпизоде Сейчас САПСВ может впервые В этой встрече Вырваться вперед До этого все время Отыгрывались голландцы Джанаев Вот такую вот пляску Свою традиционную Фирменную на линии ворот Устраивает Внимание Давай Джанаев Спасай Выручай Ростов Удар Рыб Молодец Молодец По сути своей Правильно будет Хендриксу За это нарушение Теперь желтая ССРунаусу За разговоры В целом разобрался Кюрпен Верный мы пока смотрим Повтор Блистательного полета Сослана Джанаева Вратарь Ростова И вратарь сборной Немножко опасно было Хендрикс Слева Этро Вильямс Остановил Передачу В штрафную Но здесь Джанаев Угнется Не сегодня Когда Еще одна карточка Придет ему по ходу Группового турнира Что вполне вероятно Как мы понимаем Атака Ростова На боу Пауза Раскрутил двоих Зарабатывал Штрафной Нет Можно играть дальше Почему рикошет Не в нашу пользу Не в ту сторону Ерохин Добивание Удар на боу Мимо Очень хорошую Качественную Эмоциональную Атаку Сейчас провели Ростовчане Были близки к успеху Рикошет Не в нашу пользу Но все равно Этот эпизод Он Подзаряжает батарейки Что необходимо Сейчас Ростову Для того Чтобы попытаться В оставшееся время Дожать соперника Не дать ему Играть свой футбол Потому что ПСВ пытается Играть и от себя Смотрим повторов Здесь уже была Суета Штрафной И должно было повезти Сегодня Все нужно самим делать В довезении Вряд ли Ростову В принципе Стоило рассчитывать В таких матчах Нужно очень много сделать Самому Ерохин И Набо Поехала Попытка Обострить ситуацию У ворот Занаева Прорыв по центру Есть погрешка Надо встречать И не давать бить А удар следует Переклонен Он совсем межприлипает Кругом Занаева Удивительный эпизод Ну знаешь Сердце ехло Ты знаешь Прокеру повезло Тогда на 13-й минуте Когда Рикошета В угол залетел А теперь он Блестяще Конечно Бил в девятку По сути И чуть-чуть Ему не хватило Чтобы этот Рикошет Да вывел Энткоид вперед Но кстати Прокеру Как и Мемля Там был только один Сесар Давос И без них Хватало высоких игроков Продолжается атака Ростова Разворот Полоса На Хокки Рокки Ну Момент Здорово сыграл Полоса И заметил И почувствовал У партнера Что он в эту зону пойдет И достаточно удобно Покатило мяч Но вот Если Терентьеву Не хватило тогда внимательности В конце первого тайма И он запустил Себе засман у соперника То Оборона ПСВ сейчас Подобного Не позволила себе Боя не случилось Не произошло Очередной угловой Ростова Калачев вновь Подача высокая Прыжок Удар по воротам Не получилось